Хелло, народ, с вами Кекси Винтер, и сегодня, ребят, я хотел показать вам самый лучший или же интересный, по моему мнению, симулятор в Роблоксе. Что ж, если же вам это интересно, то прожимайте лайкосики, подписывайтесь на мой канал, ну а мы начинаем. Ну и первый симулятор, это симулятор войны, и как вы можете догадаться, он у нас на военную тематику. Я тут довольно прокачанный, поэтому могу вам сказать, что же здесь нужно делать. Здесь вы должны покупать очень много различного оружия, причем его здесь действительно много. И здесь есть как дальнее, так и ближнебойное оружие. Также есть броня, взрывные элементы, также есть миссии, новые игры и много чего другого. Когда вы покупаете оружие, в данном симуляторе вы должны искать врагов, и после чего вы должны их убивать. Якобы вы на войне. И за то, что вы будете по ним стрелять, вы будете получать деньги, ребят, и за эти деньги вы, собственно, должны будете покупать уже новое оружие. И я считаю, ребят, что игра довольно интересная, и я бы сказал, что даже довольно сложная, поскольку враги здесь довольно-таки сильные, я бы сказал. Да, я сейчас, кстати говоря, здесь на третьей локации Игра довольно интересная, кстати говоря, смотрите, здесь есть вот такие вот эры Здесь есть Первая мировая война, Вторая мировая война, Вьетнамская война Также есть какая-то нефтяная война, современная война и война будущего И все эти локации мы должны открывать И, кстати говоря, когда вы открываете новую локацию, то у вас также открывается новое оружие Дальнебойное и ближнебойное также оружие у вас появляются новые Ну а следующая, ребята, игра это Сизлинг-симулятор Или же симулятор гриля В этом симуляторе мы должны покупать различные шляпы питомцев И, как вы можете догадаться, мы здесь должны охотиться на различных, ребят, животных После чего мы должны будем собирать их мясо И позже мы должны будем на гриле это мясо, собственно, жарить То есть я вот сейчас это мясо пособирал И сейчас я вот выбираю свой гриль и я просто жарю Да, ребят, как только мы подходим к нашему грилю, мы сразу можем пожарить это мясо И за это мы получим деньги Также здесь мы можем улучшать наши грили, покупать новое оружие, чтобы охотиться И очень много всего другого То есть смотрите, мы вот так вот подходим и наши грили жарят мясо, которое у нас было За это мы получаем вот столько много денег Я, кстати говоря, здесь прокачан в этом симуляторе Также здесь много различных локаций, ребирты и также много чего другого Сам симулятор очень прикольный, я здесь реально очень много когда-то играл Но потом что-то подзабросил, надо бы вернуться в эту игру Ну да ладно, а мы переходим уже к следующему симулятору Ну и следующий симулятор, это у нас симулятор пчеловода Или же бисварный симулятор, который я оставляю в каждый ролик Д, ребят, я считаю, что это вообще самый лучший симулятор в роблоксе Но, ребят, Д Я думаю, что все абсолютно знают этот симулятор Люди, которые хотя бы раз играли в симуляторе По-любому должны знать данный симулятор Поскольку здесь вы должны собирать свои ули И покупать новые предметы Фармить И вообще, симулятор очень интересный Но единственный его минус в том, что он очень долгий Да, он очень долгий и сложный То есть это не такой симулятор, который вы поиграете там буквально несколько дней И вы уже его, считай, пройдете Да, этот симулятор точно не из таких Ну, а если вы ищете такую игру, в которую вы можете играть очень часто И залипать, фармить И вообще, чтобы была интересная игра То симулятор пчеловода именно для вас Поскольку здесь вы должны будете вот так вот фармить Покупать новые предметы И вообще, симулятор, ребят, реально, повторяюсь, очень крутой Ну, ладно, ребят, про этот симулятор мне нечего больше сказать Проще, чтобы вы просто сами зашли и посмотрели, насколько же он крутой Поэтому мы переходим уже к следующему симулятору Ну и следующий симулятор Это симулятор стирки Да, как вы могли догадаться, здесь вы должны стирать Да, как бы это странно не звучало В общем-то, этот симулятор мне понравится тем, что это как бы симулятор Тайкон Поскольку здесь вы также должны покупать различные новые стиральные машины Смотрите, как это все происходит Вы должны подбирать грязную одежду То есть вот она здесь валяется Я их подобрал Дальше, стираю в данной стиральной машине одежду Оно стирается Мы забираем, относим сюда и сдаем Получаем плюс 5 монет И теперь вот в этот вот магазин И здесь мы должны будем покупать новую стиральную машину Допустим, я хочу купить вот эту нормальную стиральную машину за 10 монеток И теперь мы возвращаемся обратно на наш Тайкон, можно сказать Вот мы сюда и вернулись И теперь нажимаем Edit, ребят И мы можем поставить новую вот эту стиральную машину В которую мы также можем запихивать нашу одежду Точнее, не нашу, а которую привезли и вот эти челики И она будет стираться более быстро Что же, ребят Думаю, что на этом мы будем заканчивать наш ролик Если вы хотите третью часть Да, поскольку это была уже вторая часть То давайте наберем на этом ролике 50 лайкосов Но все равно, как ты, Винтер? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал И всем пока-пока-пеке Ииии